Приветствую вас на портале видеоуроков LoftBlock. Мы продолжаем курс по разработке iOS-приложения To-Do List. Задача этого урока – сделать так, что пользователь мог добавлять элементы списка с произвольными названиями. И для этого мы будем использовать такой элемент, как UI Alert Controller. С вами по-прежнему Александр Синин. Я занимаюсь разработкой мобильных приложений и обучением разработки мобильных приложений. Школа разработчиков iSchool. Ссылка на мой канал под этим видео. Итак, продолжаем. Открываем наш проект. И нас интересует метод PushAtAction. Мы его вызываем, когда нажимаем на кнопку «плюс» на нашем сториборде. Вот на эту кнопку. В данном случае мы добавляем элемент «всегда» с названием «new item». Конечно же, нас это не устраивает. Давайте сделаем так, чтобы название было произвольным. Точнее, таким, какой пользователь хочет видеть. Для этого используем элемент UI Alert Controller. Это такой элемент, при помощи которого в iOS выводятся стандартные всплывающие окна. Давайте рассмотрим, как он работает на конкретном примере. Итак, вот у него есть такой конструктор. Title – это то, что будет в заголовке у всплывающего окна. Давайте вот так для теста и напишем. Message – это то, что будет в сообщении. И стиль контроллера. Вот здесь есть две опции. Action Sheet – это такая шторка, которая всплывает снизу с вариантами выбора. И Alert – это окошко, которое появляется в середине экрана. Вот нам нужен Alert. Создадим какую-нибудь переменную. Назовем ее Alert Controller. Так, контроллер у нас есть. Теперь для этого контроллера давайте запрограммируем кнопки. Кнопка – это у нас UI Alert Action. Вот так вот это выпьет. UI Alert Action. И, ой, извиняюсь. UI Alert Action. Вот он. И вот здесь есть такой конструктор. Title. Вот для эксперимента мы сейчас прямо вот как нам предлагаем, мы так и запрограммируем. И сразу все станет понятно, да? Ставим кнопка Cancel, Default и Destructive. Нам интереснее Default. И Handler – это блок кода. Вот я нажимаю Enter на нем, который будет выполняться при нажатии на эту кнопку. UI Alert Action – это сам вот этот объект. То есть мы здесь должны выбрать переменную. Точнее, назвать ее. Назвать ее как угодно можно, да? Я назову ее Alert. Итак, также этому блоку кода мы присвоим название Alert Action. Теперь Alert Controller мы добавляем Action. Наш Alert Action. И вызываем функцию Present. Вот так она называется. Present. View Controller to Present. Это наш Alert Controller. Animated. То есть будет ли он показываться анимированно. Если мы здесь укажем True, то он будет показываться анимированно. А если False, то он просто сразу выскочит без анимации. Конечно, предпочтительнее всегда использовать анимированные переходы и отображение элементов. И Completion – это блок кода, который выполнится, когда у нас наш контроллер появится на экране. То есть если мы сейчас нажмем Enter, он опять развернется у нас в блок кода, вот в такую же конструкцию. Но нам ничего выполнять не надо, поэтому мы здесь просто укажем New. И вот давайте протестируем эту конструкцию. Запускаем наш проект. И посмотрим, запускается наш симулятор. Сейчас мы его запускаем на iPhone 8 Plus. Ну давайте для разнообразия на 8 Plus отработаем. Запускается наше приложение. И мы нажимаем на плюсик. Вот, пожалуйста, появился наш контроллер. Обратите внимание, да, мы его назвали. Title, Title, Message, Message, стиль. И кнопка наша. Название у нее Title и стиль по умолчанию. Нажимаем ее, он у нас исчезает. И, соответственно, отработал вот этот блок кода, который у нас пустой. Так, ну, во-первых, нам нужно две кнопки, да, и текстовое поле для нашего view-контроллера. Сейчас разберемся, как это делать. Значит, Alert Action давайте назовем 1, это первая кнопка. И Alert Action 2, вторая кнопка. Первая кнопка будет Cancel, а вторая – Create. Когда мы нажимаем на Cancel, ничего не происходит, да. То есть пустой блок кода можно также было указать, вот как здесь, New, да. Когда мы нажимаем на Create, так, да, вот сейчас ошибку давайте исправим. Нам, во-первых, добавить нужно Alert Action 1 и Alert Action 2. Когда мы нажимаем на Create, нам нужно вот в этом блоке кода добавить новую запись. Вот я комментарий оставил. И сейчас мы настроим Alert Controller так, чтобы в нем было текстовое поле. Окей, значит, Title у нас будет Create New Item, а Message мы оставим пустым. Собственно, в Title и так все понятно, да. Теперь у Alert Controller есть вот такой метод – AddTextFill with ConfigurationHandler. Я опять нажимаю Enter, и вот здесь наше новое текстовое поле. А в коде я его настраиваю. Ну, каким образом? То есть у элемента UI TextField есть, например, такое свойство, как Placeholder. Что такое Placeholder? То есть когда мы ничего не ввели, это то значение, которое при этом будет отображаться таким сереньким цветом, да. Ну, здесь тоже можем написать New Item Name, например. И теперь, когда мы нажимаем на кнопку Create, нам нужно получить доступ к этому текстовому полю. Делается это очень просто. У Alert Controller есть массив TextFields, и, соответственно, нулевой элемент этого массива, поскольку поле у нас только одно добавили, то нулевой элемент этого массива – это и будет наше поле. Так, единственное, что он говорит, что нужно его развернуть. Вот таким образом. Так, давайте посмотрим ошибку. А, да, извиняюсь. Вот это нужно развернуть. То есть сам массив у нас опциональный, да, то есть мы его разворачиваем при помощи восклицательного знака, потому что мы уверены, что у нас в этом массиве есть поле, поскольку сами вот здесь его только что добавили, да. Поэтому мы можем себе позволить такое сделать. Значит, и вытаскиваем оттуда поле Text. Это как раз вот тот Name, который мы добавили. Давайте присвоим это к какой-нибудь переменной. Вот, например, так. NewItem равно. И теперь добавим наш item. NewItem. Единственное, что нужно сделать, это обновить таблицу. TableView.RowData. Text. Да, он нам ругается. Он говорит, что значение не развернуто. Окей, давайте его развернем. И здесь он нам говорит, что чтобы использовать TableView в блоке кода, вот в этом, нужно использовать директиву self. Итак. Похоже на правду. Давайте тестировать. Запускаем. Так. Нажимаем плюс. О, появилось. Create NewItem. NewItemName. Вводим. Ввожу поз... Так. Позвонить. Маме. Нажимаю. Create. Бац. Появилось. Могу отметить, как прочитанное. Могу его удалить. Так. Все супер. Единственное, что охота, чтобы кнопка Create была выделена пожирней. Да. Поэтому давайте мы у Create сделаем стиль. Cancel. Запускаем. Нажимаем плюс. О, отлично. Да. Единственное, что он Create, если у кнопки стиль Cancel, он ее автоматически выносит в левый угол и делает пожирней. Ну, по-моему, смотрится хорошо, да? То есть, это основное действие. Ну, и, в общем-то, NewItem. В общем-то, хорошо, что у нас слева и выделено жирно. Потому что, ну, взгляд в первую очередь, ну, мы привыкли читать слева направо, и взгляд у нас в первую очередь будет попадать на первую жирную кнопку. Очень комфортно воспринимается. Create new item. Так. Позвонить маме. Купить хлеба. Отлично, все работает. Еще небольшой комментарий по поводу вот этого self, да? Значит, Мы, в принципе, все, что относится вот к TableViewController, вот к этому классу, да? Мы можем использовать с ключевым словом self, да? Это значит, что мы обращаемся к самому классу. То есть, вот так мы с вами инициализировали переменные, да? Если вы помните, в конструкторах, когда изучали Swift. Вот видите, появился метод push, add action и так далее. Но в Swift вот эту штуку упразднили. То есть, для того, чтобы, ну, не терять время и каждый раз self не писать, потому что понятно, что мы работаем и так внутри этого класса, можно делать это напрямую. Но если мы работаем внутри блоки кода в процедуре, то этот self обязателен. Окей, значит, мы с вами научились работать с alert контроллером. Также немного поговорили о поле TextField. Вот здесь оно, кстати, вот он TextField. Можете на досуге с ним поразбираться, да? То есть, также вынести его там на контроллер, например, посмотреть, какие у него есть свойства. Сейчас мы использовали только два. Это Placeholder и Text. Свойства этого поля, да? Ну и, в принципе, нам этого достаточно. Окей, на этом наш урок подошел к концу. С вами был Александр Сенин. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Если вопросов нету, то ставьте лайки. И до встречи в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok